Загорянская детская школа искусств Юрий Розум спешил послушать юбилейный отчетный концерт учеников школы и посмотреть, поскольку школа искусств – это не просто музыкальная школа. Помимо изучения традиционных вокальных и инструментальных дисциплин, ребята занимаются спортивно-бальными и народными танцами, живописью, играют в вокально-инструментальном ансамбле и даже постигают премудрости телевизионного и киноискусства. С 2007 года школой руководит Наталья Суменова. Мое дитя и дитя, как говорится, с таким хорошим творческим потенциалом, с хорошим дружным педагогическим коллективом, с хорошими замечательными детками. Это вот, ну, просто, вы знаете, это моя жизнь. Загорянская детская школа искусств Объединили со Щелковской. Сегодня в ней больше тысячи учеников, 13 отделений, 67 преподавателей. На праздники чествовали ветеранов, многие из которых, кстати, до сих пор в строю. Задумайтесь, больше 50 лет учит детей петь заслуженный учитель России, заслуженный работник культуры Лариса Абрамова. Мы поем, мы поем, потому что не петь, сразу же не жить, не дышать, не смеяться. В стенах школы искусств педагоги вместе с учениками создали творческие коллективы, оркестры и ансамбли, которые успешно покоряют сцену и защищают честь школы на всероссийских и международных конкурсах. Хочу сказать искреннее слово благодарности педагогам, которые делают все возможное и невозможное, чтобы дети себя чувствовали очень хорошо, чтобы они себя чувствовали талантами. Творческий союз педагога и ученика. Вот именно это самое главное. Школа искусств имени Юлия Александровича Розума, выражаясь спортивным языком, это высшая лига, это премьер-лига. С подарками пришли не только официальные лица. Свои творческие номера подарили коллеги из других учреждений системы дополнительного образования. На многое лето, на многое лето, на многое лето, на многое лето. Учебные площадки Загорянской ДШИ разбросаны по всему городскому округу. Щелково, микрорайон Чкаловский, Душеново. Главное из них – здание на улице Школьной в поселке Загорянский, куда школа переехала в 2007 году из старого деревянного дома неподалеку. И этого все равно не хватает. Поэтому главная мечта коллектива – получить дополнительные площади для занятий. А Юрий Розум пожелал еще и полноценный концертный зал, в котором пообещал выступить. Маэстро отметил, что школа искусств нередко дает своим ученикам серьезное увлечение или даже дело всей жизни. Признался, что Загорянская школа изменила и его творческую деятельность. Побудив воспитывать и поддерживать молодые таланты. Не мое имя, мою жизнь носит эту школу. Мою жизнь поменяла эту школу. Ее появление 15 лет назад, даже чуть больше, 16 лет назад, открыло совершенно новую стезю в моей биографии. Вот эта благотворительная линия, этот фонд, который был создан именно под влиянием школы. Юрий Розум, конечно, не мог не сыграть на юбилей школы, носящей его имя. А в финале торжества весь коллектив педагогов и учеников поздравил школу песней. Ирина Метеда, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково». Ирина Метеда, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».